Итак, это случилось. Война с Ридонами началась. Именно они объявили нам войну, а не я им. Это будет честный поединок двух воинов, двух племён, не буду я призывать союзников. Будем мы сражаться один на один, как настоящие воины. За кадром провел я где-то 2-3 хода, хотел подождать, пока Ридоне подготовится к войне, пока истечёт срок с момента разрыва отношений, и мы можем напасть на них без штрафа. Но случилось так, как случилось, они нападают первыми, я ещё не готов, армии перемещаются по нашей территории, дружины Верцин Дедрикс, мстящие за вдов и память Немиса. Пока что они не готовы встретить врага. Ну что ж, посмотрим, что будет. Война началась. Первый ход за Ридонами, посмотрим, что они предпримут. Отступают от наших границ. Ну что ж, они не предприняли никаких важных или опасных действий. Значит, мы ответим им. Решительными ударами. Создать армию в поселении Дуротин-Кон. Призыв к оружию 6. Возможность найма. Ну, это не слишком важно на данный момент. Важнее, это наши границы. Здесь срочно нанимаем кавалерию. И где-то здесь были наши дружинники. Наши дружины Верцин Дедрикс. Всего 3 кельтские баллисты здесь. Решил я анагра заменить на баллиста. Что сейчас и сделаю. Давно я хотел заменить анагра на баллиста. И как раз сейчас благоприятная возможность. Анагры все-таки немножко хуже, чем баллисты, потому что у баллист выше дальности. И несмотря на меньшую скорострельность, именно за счет этой дальности они успевают нанести больше урона. Пока враг сближается с нашими силами. А стоит ли начинать атаку? Сначала, конечно же, стоит разведать. Пока никого не видно. Лимоном пуст. Медиланс Антонский пуст. Атака на аварик. Это единственное, что мне кажется, вероятно в данный момент. Агентство. Ну, будем. Да, все около Кандата. Все агенты около Кандата. Ну что ж, многоопытный Ниман. Что тут можно устроить интересного? Посмотрим, какие тут агенты. Абелиус. Абелиус. Новорожденный воитель. Абудос. То же самое. Сигавакс. Дозорный, опытный. Девять звездочек. Семь единиц хитрости. Неплохо. Аклутий. Десять звездочек. Семь. А нет, прось здесь восемь звездочек. И армия. Ну попробуем кого-нибудь переманить. Нет, здесь шансы малы. Это все-таки не агент-манипулятор. И вот эта армия идеальная цель для диверсии, но такую кучу агентов я просто боюсь. Отойдем немножко подальше, проведем диверсию здесь. Небольшая армия, но потери огромны. Олег Нос, поджигатель и манипулятор. Здесь, к сожалению, никаких агентов нет, но можно что-нибудь сжечь. Усадьбу, чтобы снизить общественный порядок или таверну. Или кузницу бронза. Давайте начнем с кузницы. Отлично. Поджог удался. Здание почти полностью разрушено. Про Рим также не стоит забывать. Здесь война Алаброгов с Римом надо бы помочь. Потравим армии. И хода не хватило. Жаль. Так, Кастик это отравитель, насколько я помню. Я помню правильно. Здесь у нас... Легион Первый Галик, а сам Юлий Цезарь. Ну, потравим армию Цезаря. Диверсия удалась. Потери весьма велики. Надо бы как-то помочь союзникам, как-то закрыть Актадур, прикрыть. А, у меня же здесь армия должна быть. Где-то на границах. Вот она, память Немиса. Наймем граждан всадников. И с максимально возможной скоростью движемся к Вене. За два перехода мы до нее доберемся. И сможем в случае чего защитить. Если возникнет угроза захвата. Ну и здесь агенты стоят на прокачке. И на контрразведке. Ага. Вот этого конкретно агента можно использовать для диверсии. Попробуем. Три звездочки, правда, у него, но... Но не получилось. Так. Это у нас опять-таки агент стоит. Ну, Мэтт. Угу. По отчету, в принципе, все понятно. Набирается флот для удара по берегу. Он будет захватывать побережье высадкой. В дополнение к нашему основному флоту, владыке океана. И нужно выбрать новую технологию. Что же... Предпочесть? Доход от всей торговли? Или что-нибудь на культуру? Или заняться военной подготовкой? Или же, наконец, выучить все технологии за деньги? Все технологии... Политики. Военные вожди, боевой дух всех отрядов врага минус пять. Весьма неплохой выбор. А даже вот так, в линию. Империя плюс пять это даст. Но у нас и так Империя максимальный. Омстящие за втов готовы к штурму Медиалана Сантонского. Сопротивления здесь никакого. Штурмовать, конечно, вручную нет никакого смысла. Режим нападения, автобой. Решительная победа, потеря 379. Занимаем поселение или освобождаем? Пожалуй, занимаем. Собачек побили. Слегка сохранение произошло. Повышаем наемников. И три хода до восстановления. Дружину Ветцин Детрикса переводим в режим ускоренного марша. И на этом ходу все. За исключением флота. Владыки океана пусть разбираются с бичами моря. Отступил враг, идут сохранения. Но отступил недалеко. Здесь также один единственный отряд. Как обычно бывает во флотах. Также автобой. 97% на все шансы. И первая победа над Ридонами на море. Отпустим плену, их будем милосердными. Флотоводец, третий ран. Чтобы выбрать. Бонус к таранному удару, кстати, будет достаточно неплох. Так что можно взять его совершенно не раздумывая. 17 лет полководца, уже притязание 3, харизма 22. И 3 звездочки. Кстати, что у нас по фракции? Можно ли кому-нибудь сделать назначение? Вот полководца Амила. Ну, налоговая ставка здесь не нужна. Значит, никого прокачать не получится. Очень большие потери понесли налетчики неоправданно. Большие? От одного единственного отряда? Ну да ладно. Один ход в поселении можно подождать восстановить численность. А пожалуй, нет. Продолжим путешествие на север. Продолжим решительное наступление. И Рим атакует. Рим не стоит на месте. Другое дело, что в горах лежит снег. И от этого дополнительные потери несут римские легионы. Лидоны стягиваются к нам нету, как я вижу. Ну это стандартное бессмысленное перемещение флотов. А вот армия, армия явно наступает. Перемещение агентов. Военные вожди изучены. Опять наших агентов. Так, Олег Нос. Убеждение. Ух ты. А Клути убедил нашего агента. Что же это за такой молодец, могучий, богатырь, что смог заставить перейти нашего десятизвездного агента на свою сторону? Даже как-то страшновато. Так, это у нас отравитель. Чистый отравитель. Ну займемся армией. Отлично. Ниман еще один отравитель. Займемся еще одной армией. Ну, наверное, да, рискнем. Свет беден. Так, кто еще раз? Аклутий. Аклутий. Где же этот Аклутий? Нигде я его не вижу. Аклутий. Где же этот Аклутий? Поставим пока что воинницу на повышение общественного порядка. Плюс 20 прирост в медиалане Сантонска. И брать ли лимоном? Главный вопрос. Все зависит от основных сил врага в нем. Римлян. Продолжаем задерживать. Продолжаем пытаться. Наносить ущерб римским армиям, но пока не получается. Жаль. И похоже предстоит битва на перевале. Армия лаброгов против армии Рима. Прикроем вену. От посягательства римских легионов. И флот. Обычный режим. До редонов мы не дотягиваем. Отдано мне-то вполне. Встанем пока вот так. Просто посреди моря. Осторожно. Еще один ход! И укрытие лебури будут готовы присоединиться к схватке на море. И опять-таки надо думать, штурмовать ли Лимоном. Дружины Верцингедрикса, кем же еще? Я рискнул. Какие потери от автобоя, ну 82 это терпимо, захватываем режим нападения и занимаем. Итак, первый ход закончен, первые ходы и пиктавия под нашим контролем. Алтарь Ноденса однозначно перестраиваем в алтарь рассмерта, так же как и святилище Японы. С остальными постройками пока повременим. Что у нас по целям? Лунгдунская галлия и пиктавия завоеваны. Избранные мечники набраны и осталось только присоединить к конфедерации какое-либо племя, Ваконтиев, например. Они правда в одной провинции с Массалией, так что пока не будем торопиться, останемся арверными, не будем создавать конфедерацию. Что у нас в целях победы? Так, это призыв к оружию, это нам не надо. Осталось Инсубрия, Лигурия и Лютеция. Винединум, Круцатон и Лексавион. То есть получается примерно вот по этой линии нужно захватить поселение. Ну вот эти три. На пути стоит нам нет, к сожалению, его также придется брать. Так. Юлий Цезарь ушел из Генуя, подальше от нашего агента. Ну а мы продолжим разведку, двигаясь по прекрасным римским дорогам. А вот и сам Цезарь. Золотые, анагры, восьмой ранг. Ух ты, впечатляюще. Движутся на Массалию. Двенадцать отрядов, я думаю Массалия отобьется. Ну пусть движутся дальше на Милрикс и Алиторис. Пусть стоят, занимаются своим делом. На этом ход завершается. Пока что война идет весьма и весьма удачно. Наступаем мы быстро, решительно и не встречая сопротивления. Рим уверенно продолжает двигаться на юг, в сторону Вены. Редоны. Как я и говорил, стягивают силы. И напали они на наш флот. Время морского сражения. Самое время. Испытаем нашу тактику массирования застрельщиков и у нас всегда есть возможность отступить. Основной и главный плюс тактики застрельщиков. Можно обстрелять врага, и если он... Ух ты. Интересные орудия. Где они такие добыли? А, это же... Сухопутная армия. Это баллисты, груженные на корабли. В общем, сейчас мы обстреливаем врага, отступаем. И если он... Последует за нами, мы обстреляем его еще раз. Неплохая тактика, я думаю. Ну, теоретически. Посмотрим, как она будет на практике. Насколько эффективной она окажется. Великий Гальский флот, владыка океана, готовьтесь. Ваше владычество поставлено под сомнение. К ним подходят свежие силы. Начнем с агрессивного сближения. Они не торопятся. Уже? Да, множество флотов. Ух, какое... Какое притормаживание. Действительно, множество. Множество кораблей нам противостоят. Возможно, стоило строиться в две линии. Притормозим. Притормозим. Из фланга надавим. Не останавливаемся здесь. Это важно. Продолжаем стрельбу. Ага, вот этот звук мне не нравится. С таким звуком работают баллиста. И другие метательные машины. Возможно, какие-то из кораблей просто столкнулись. Так, ну пока я не вижу метательных снарядов, не вижу урона. В чем дело? Ага. Туплю. Сам отключил стрельбу и на что-то жалуюсь. Ну пока они... Ага. Это явно звук удара чего-то об дерево. Если у нас утонет 11 кораблей, я не удивлюсь. Совершенно не удивлюсь. Так, первый паникует. Так, окружаем, зажимаем. Пока все весьма-весьма удачно проходит. Нас не догоняет, тактика работает. Первый корабль разбили. Продолжаем сталкиваться. Кораблями. Продавим немножко ускорения. Так, здесь уже... Не стоим, не стоим, не стоим. Вскоримся. Ускоримся. Ага. Отреагировали. Ускорение, ускорение, ускорение. Не, все-таки кораблей дофига. Плюс запись, это вот такие... Звездки притормаживания. Так, еще один корабль выбили. Следующая жертва. Следующая жертва. Наемные знатные всадники. Рискнем придвинуть камеру поближе. От них я даже отступать не буду. Просто лень. Наш корабль берут на абордаж. Какой позор. Какой ужас. Ну, потреплют наших немножко в абордаже. Но я думаю, это не страшно. На нашего военачальника напали. От этого грузового судна стоит отступить. Да, транспорт разбит. Какие. Быстрые. Насколько преследуют. Агрессивно. Насколько преследуют. Наши корабли ждут. Наши корабли ждут. Наши корабли ждут. Ущельцы ждут. Потрясены. У них всего два отряда, здесь нет три. В поддержке. И основная орда движется к нам. Так, время-то рано. Так, этим даже не стоит заниматься. Так, здесь свалка. Свалка это всегда плохо. Ну, пара отрядов мы, конечно, тут потеряем. Так, еще один доцерикс. Утопить его или нет? Так, отбились. Отбились, теперь отступаем. Наш корабль берут на абордаж. А мы контратакуем. Мы не любим, когда нас на абордаж берут. Ага, 52. И все, отступаем. Битва начинает приобретать не очень хороший привкус. Сейчас нас зажимает в угол, как вы видите. Ну, это сейчас знатно всадников можно напоследок выбить. Что мы и делаем. Так, вот этими отрядами притормозим. Утопим генерала. Вот так. Ну, не удастся утопить генерала, только слегка ослабить. Половину отряда выбить. Наши ряды дровнули. Да больше половины. Почти весь. Случайное поражение, но я бы сказал, что это... Не случайное поражение, а такая... А такая стычка с неясным исходом, в которой мы не проиграли. Завершение битвы. Так, наши потери 19. Врага 1836. Ну и кто проиграл? Кто здесь проиграл? Явно не мы. Тем более, что нас было 1700, а врага 4600. Больше, чем в два раза их было. Почти в три раза. Ну, для потомков можно написать, что их было в три раза больше. И мы их героически победили. Случайное поражение? Взгляните на урон. Пять, шесть, семь, восемь, девять отрядов выбили. Из первой ударной армии. Пленных два. Итак, мы нанесли урон. Отступили. Стоит ли контратаковать? Угу. Экс- Подстрекательство. Элекнос. Элемоном. Диверсия. Оклути. Поджег. Поджег. Отравление колодцев. И совет вождей. Казна наша. Плюся. Задание успешно выполнено. Братья по оружию. Дополнительная задача одна из двух. Новая задача. Меч для каждого. Если человек не умеет драться, как он защитит свой дом? Эти новые земли принесут богатство, наш народ будет процветать. Мы не позволим вновь отнять их у нас. Цели держать не менее 60 отрядов одновременно. Казна плюс 10 тысяч. 60 отрядов сейчас 100. То есть мы это за один ход сделаем. Изучить круглогодичное рашение сделано. И заставить фракцию присоединиться к конфедерации. Цезарь завоевал Галлию по принципу «разделяй и властвуй». В результате Арверные опровергли его заявление, объединяя Галлов против Рима. Верциньетерикс понял, что наличие общего врага устранит множество разногласий. Совершенно справедливо. Хотя римляне считали Галлов дикарями и мародерами, в основном это были земледельцы, которые жили с земли. Более того, римлянам было чему у них поучиться в плане ведения сельского хозяйства. Вот такие небольшие исторические справки. Но это тот, который стоит в Толосе на сохранении общественного порядка. Отчет от кораблестроения. Нарбомарцус. Небольшое снижение общественного порядка. Ставим рощу, прокачиваем рощу, прокачиваем общественный рынок, прокачиваем каменоломни, рыбник тоже прокачаем. Всего да побольше. А вот рыбацкое селение пока ставить не будем. Пища у нас в избытке. Так. Вот общественный порядок здесь. Суд друидов. То, что нам сейчас нужно. Будем повышать в столичных провинциях уровень святилища рассмертая. Империя растет. И на этом что? Проведем еще одну атаку? Или пока что остановимся? Что наш флот? Стоит ли ему атаковать Дориорид или отступить пока что? Армия редонов может и не слишком хорошо подготовленная, но весьма и весьма многочисленная. В лимонуме. В принципе, все неплохо. Можно заняться экономикой. Починить... ...разрушенные постройки. ...выдвинем украдителей Бори вперед и объединим их с владыками океана. Будем атаковать совместно. Так. Мстящие за вдов... ...в принципе, готовы наступать на нам нет. И дружины Верциндетрикса их поддержат. Не останавливаясь, двигаемся вперед. Минус 30 общественного порядка, это, конечно, плохо. Так. Это наш агент. Чисто для общественного порядка. Нужен кто-то... ...с навыком манипулирования. Аж минус 3. По порядку на данный момент. Самое время снижать налоги. Прирост денег сразу падает, но много у нас армий. Это сказывается... ...на денежном балансе. Сдвину я этого друида. Очень нужны его навыки манипулятора. Что ты хочешь? Рвение стоит поставить. Альбизи это агент чисто на прокачку армии. Тренер. Так. Катил. Это тот самый бесполезный агент. Давайте от латика избавимся. Положительный исход 81, 79, 85. А убийство, чтобы убрать его с карты... ...70, 64, 66. Двадцать... ...двадцать три процента шанс устранить полностью. Ну попробуем. Стоит попытаться хотя бы. Отлично. Одним противником серьезным меньше. Изнурение. Набег. Хитрость. Шанс критического успеха в любом действии. Да. Эта дама только общественный порядок умеет восстанавливать. Так. По... Просмотрел я, что делали ридонские агенты на прошлом ходу. Проводили диверсии в основном. Ниман. Манипуляция. Возможно, стоит провести принуждение. Нам, в принципе, предводители нужны. Пробуем. И я поговорю с ним. Отлично. Одним противником меньше, одним союзником больше. И флатуциас. Отравитель. Куда бы нанести удар. Так, это побитые рога Кернона, это свет Белина. Ну вот, золотые жерелья можно потравить. Девяносто четыре процента шансы. Кто-то здесь действует. На контрразведки похоже. Что ты имеешь от меня? Так, костик. Гляну я на время, уже оно... В принципе, истекает на эту серию, но... Быстро просмотрим агентов. Быстро потравим цезаря. Отлично. Так, это что у нас за агент? Разведчик он, в принципе... Хм... Ну пусть будет мастер внедрения. Так, ладои продолжают свой путь. В римские земли. Так, память Немеса пусть укрепится. Защита в ближнем бою. Дальность вызова подкрепления. Неплохо. И... Рим вплотную подошел к Вине. Передовыми отрядами. А остальные пока не спешат вперед. Так, нерви, похоже, отбиваются от германцев. У них такое... Ага. Вот он, вот он, вот он. Скачет. Показывают его крупным планом. Эта армия для атаки. Прекрасное завершение этой серии. Предстоит нам в следующей крупной битве. Четыре вражеских армии. Общей численностью. Сколько тут? Четыре. Пять. Шесть. Шесть с половиной тысяч против наших четырех. Это будет действительно грандиозное сражение. Ридорнов против Арвернов. Мощь. И опыт. И выучка против численности. Ну что ж, посмотрим, кто победит. На этом же я завершаю эту серию. Спасибо, что досмотрели до конца. В следующей серии будет жарко. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин